На проходящем в Чэнду автовыставке китайские автопроизводители активно заявляют о своих амбициях стать мировыми лидерами в автомобильной индустрии, демонстрируя самые передовые модели. Среди них компания Avatar, которая привлекла внимание своим новым кроссоверам, который поражает сочетанием футуристического внешнего вида и практичности. Оснащенный как электрическими, так и с двигателем внутреннего сгорания, обеспечивающий увеличенный запас хода, он обещает стать серьезным конкурентом на мировом рынке. С ценой от 35 до 49 тысяч долларов. Модель привлекательна не только для китайских потребителей. Ее выход на рынок запланирован на сентябрь этого года. Китайский автопром стремительно развивается, и модели, представленные в Чэнду, подтверждают, что китайские автопроизводители готовы бросить вызов традиционным лидерам мировой автомобильной индустрии. Экстерьер автомобиля Avatar 07 воплощает в себе современный и динамичный дизайн, удачно сочетающий элегантность и агрессивность. Узкие светодиодные фары передние. Панели придают автомобилю решительный и футуристический вид. Оптика включает в себя штрихи в верхней части, а также S-образные ходовые огни с большой дугой и основные блоки фар, расположенные внутри светодиодных скоб. Создают узнаваемый световой образ, характерный для бренда. Центральная часть переднего бампера выполнена в минималистичном стиле с акцентом на аэродинамику кроссовера, коэффициент которого составляет 0,20. Плавные линии профиля автомобиля подчеркивают его стремительность и спортивность, а большие колеса на 20 или 21 дюйм добавляют премиальности. Скрытые дверные ручки улучшают аэродинамику и добавляют современности внешнему виду. Фонари оформлены в виде двух узких горизонтальных полос, между которыми располагается логотип бренда. Спойлер, плавно переходящий от крыши усиливают спортивный характер. Автомобиль доступен в пяти цветах – фиолетовый, зеленый, черный, белый и серый. В целом, дизайн автомобиля выглядит гармонично, сочетая в себе премиум-класс и спортивный стиль. Автомобиль имеет габариты, его длина составляет 4825 мм, ширина – 1980 мм, а высота – 1620 мм. Колесная база равна 2940 мм, что обеспечивает просторный салон и устойчивость на дороге. Одной из ключевых особенностей автомобиля является новейшее шасси интеллектуального управления, которое оснащено двухрычажной независимой подвеской. Это шасси предлагает интеллектуальные пневматические пружины с четырьмя режимами настройки, что позволяет адаптировать подвеску под разные условия вождения. Кроме того, динамическая система амортизации СДС может выполнять до 100 регулировок в секунду, обеспечивая максимальный комфорт и безопасность. Хотя точный клиренс не указан, заявлено, что ход пневматической подвески вверх и низ составляет 125 мм. Заявленный диапазон подвески позволяет эффективно управлять автомобилем на пересеченной местности, обеспечивая плавное преодоление неровностей и улучшая проходимость на сложных участках дороги. Аватер 07 представляет собой универсальный электрокроссовер, предлагающий два варианта исполнения – полностью электрическую версию и версию с увеличенным запасом хода. Полностью электрическая модель доступна с двумя типами привода. Первый вариант – это задний привод с двигателем мощностью 343 л.с. Второй – полный привод, который включает дополнительный передний двигатель мощностью 256 л.с. Обе версии оснащены аккумулятором емкостью 82 кВт-часа. Запас хода по циклу CLTC составляет 650 км для версии с задним приводом и 610 км для версии с полным приводом. Электрокроссовер Аватер 07 построен на передовой 800-вольтовой архитектуре, что способствует улучшенной эффективности и быстрому зарядному времени. Полноприводная версия отличается отличной динамикой для кроссовера массой 2315 кг с моноприводом и 2434 в полноприводной версии. Разгоняется от 0 до 100 км в час за 3,9 секунды и достигает максимальной скорости 200 км в час. Если вы рассматриваете приобретение версии Аватер 07 с увеличенным запасом хода, вот ключевая информация об этой модели. Гибрид оснащен турбированным двигателем объемом 1,5 литра, который развивает 156 л.с. В зависимости от конфигурации, кроссовер может быть оборудован либо одним задним электродвигателем мощностью 314 л.с. либо двумя электродвигателями, один задний и один передний, где последний добавляет еще 178 л.с. Эта версия кроссовера имеет электрический запас хода 230 км в конфигурации с задним приводом и 220 км в полноприводной версии. Запас хода поддерживается литий-железо фосфатной батареей емкостью 39 кВт-часа. Масса кроссовера составляет 2240 кг в заднеприводной версии и 2326 кг в полноприводной. Полноприводная версия разгоняется до 100 км в час за 4,9 секунды и достигает максимальной скорости 190 км в час. Расход топлива у данной модели составляет 6 литров на 100 км. Интерьер Аватер 07 впечатляет своим футуристическим дизайном и продуманными технологическими решениями. Одним из главных элементов салона является рулевое колесо, которое имеет приплюснутую форму сверху и снизу, а рычаг переключения передач удобно расположен позади него. Однако настоящей изюминкой интерьера являются экраны. Салон оснащен уникальной системой из четырех дисплеев. В их числе 35 и 4-дюймовый 4К-дисплей, который служит комбинацией приборов и полностью настраивается под нужды водителя. Два 6,7-дюймовых экрана транслируют изображения с камер бокового обзора. Чуть ниже основного экрана расположен интеллектуальный дисплей управления, который не перекрывает обзор и позволяет легко взаимодействовать с системой. Все мультимедийные и программные решения разработаны компанией Huawei, что гарантирует высокую производительность и удобство использования. Интерьер Avator 07 выполнен из премиальных материалов, включая сиденья из кожи Napa, обивку потолка из алькантары и акценты из натурального дерева на центральной консоли, что полностью соответствует ожиданиям покупателей о современном автомобиле. Для удобства водителя и пассажиров под центральным экраном предусмотрены две ниши для беспроводной зарядки смартфонов и два подстаканника. Виртуальные кнопки управления климат-контролем интегрированы в нижнюю часть информационно-развлекательного блока. Переднее пассажирское сиденье может раскладываться в положение лежа и оснащено функцией восьмиточечного массажа, обеспечивая максимальный комфорт во время поезда. В качестве развлекательной системы используется аудиосистема British Treasure с панорамным звучанием, включающая 25 динамиков и общей мощностью 2016 Вт. Производитель также обращает внимание на просторный салон длиной 3 119 мм и вместительный багажник объемом 500 литров. При сложенных задних сиденьях объем багажника увеличивается до 1325 литров, а площадь спального места составляет 3 квадратных метра, что делает новинку идеальным для дальних поездок и активного отдыха. Аватер 07 оснащен системой интеллектуального вождения Huawei ADS 3 и 0, которая использует 192-строчный лидар и 27 высокочувствительных датчиков. Эта система обеспечивает продвинутое интеллектуальное вождение, помощь при парковке, улучшенную городскую навигацию и передовую систему предотвращения столкновений. Новый Аватер 07 поступит в предварительную продажу позже в этом году, а его официальная премьера ожидается в сентябре. Аватер, китайский автопроизводитель, созданный Чанган, Huawei и Кэтл, активно расширяет модельный ряд, и 07 модель нацелена на конкурентный сегмент среднеразмерных кроссоверов. Бросаю вызов таким соперникам, как Tesla Model Y, BYD Song Plus и новый Zikr 7X. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. Ваша поддержка очень важна для нас, и она помогает нам делать контент еще лучше. До новых встреч на канале! Субтитры создавал DimaTorzok